О том, что детям предлагают покинуть стены родной школы, родители шестиклассик узнали от самих ребят. Руководство учебного заведения заявило, из трех классов укомплектованы по численности только два. А те, кто оказался в меньшинстве, должны искать другую школу. Нас никто не ставил в известность, что у нас такая ситуация сложилась. Директор должен был нас предупредить, вызвать, как-то обговорить эту ситуацию. Может быть, это бы все произошло, до такого бы не дошло, что мы обратились на телевидение. В классе их детей до нормы, которая составляет 25 учеников, не хватает всего 4 человека. По словам мам, некоторые ребята принципиально решили не посещать школу, до тех пор, пока конфликт не будет решен. С подобной проблемой сегодня пришлось столкнуться и родителям первоклашек из первой школы. Здесь из двух классов останется один. Сегодня пришли, в класс не пустили, и вот детки наши, 34 человека друг на дружке отзанимались. Изначально класс открыли, сказали, что будет второй класс, поэтому со спокойной душой никуда не искали ничего. В май, на где в 11 классе учатся всего 10 человек, ребятам настоятельно предложили перебираться за школьные парты в городскую школу. Чиновники от образования уступать недовольным родителям и ученикам не намерены. Говорят, все по закону. В первой школе в этом году укомплектован будет один класс, потому что именно только на один класс есть учитель первого класса, соответственно, и достаточное количество детей. На совещании чиновники решили, в этом учебном году и 6, и 11-ти классники останутся в привычных кабинетах своих родных школ. Расформировать эти классы не будут. А вот родители первоклашек убедительно просят не тянуть с переводом детей в новые школы. Однако большинство родителей считают, что руководство учреждения нарушит их законные права, если ликвидирует класс. Отстаивать интересы своих чад мамы и папы намерены через прокуратуру. Наталья Городецкая, Виталий Ломаковский, Новости, 7-й телеканал.